И так, ребята, ладно, давайте продолжим проходить Кайну Кисеки. Мы закончили пролог, посмотрели также на канал Ура Боруса. И впереди нас ждет первая глава. Вперед, давайте посмотрим, что будет дальше. В срочном порядке, покинув автономную область Уредо, Ван и его команда направились обратно в столицу республики. По пути они делали остановки для отдыха и смены водителей. И спустя 10 часов они вернулись в столицу. 23,40. Субтитры подогнал «Симон» Ван и его товарищи вернулись в старый город еще до рассвета, где их ждал вечерний ужин специально приготовленным владельцем бестро. Может нам девочек показали бы лучше, ну ладно. Приняв душ по очереди, они, уставшие, быстро разошлись по своим комнатам и вскоре погрузились в сон. Глава первая. Сприган рестарт. Ну а теперь главы я вижу название их подписанное катаканой сверху на английском. Старый город, восьмой район столицы Эдиты. О, Кесара. Идет в школу, походу. Ну что ж, ребят, мы дома. Вы рады? Старый, добрый, старый город. О, хороший ветер сегодня, да? Да, блин, проветрить комнату, это, конечно, хорошо, но нельзя ли сначала предупредить? Похоже, что теперь все сборы, да? Тебе, блин, ты что, даже летом ходишь в наряде из кожи? Ты именно из-за этого так и потеешь. Если уже на то пошло, вообще-то... Дед Бергард то же самое носит практически, не так ли? Вундеркинды с сияющего города. Аронвей. Этот материал на самом деле очень хорошо подходит для лета. Воздух пропускает отлично. В нем, кстати, еще вставлены противоударные и пули неприбиваемые пластины. Так что для выполнения 4SPG это в самый раз. А самое главное, это выглядит очень стильно. Разве он не идеально мне подходит? Ну и ну. Хвалит самого себя. Да, но этот наряд определенно тебе подходит. Да-да, очень круто. И, конечно, Катару-сан тоже素敵, но... И, само собой, Кватар-сан, вы тоже отлично смотритесь в новом наряде? С-со-со-кан? Правда? Ученик Базельского университета наук. Кватар-салисин. Когда я выбирал одежду, обычно я предпочитал что-то темное. Но в этот раз по совету Агнес и... Джудит-сан. Взял это. К тому же мне удалось уменьшить размеры гарнитур для управления дронами. Поэтому я решил ее снять. Подтверждаю, что эффективность отвода тепла увеличилась на 30% в этом костюме. Действительно. Сразу видна... Какая-то летняя аура, что витает вокруг тебя. И тебе идет. Да-да. Ну, как и ожидалось от меня. Я отлично смогла подобрать наряд. Известная актриса Орбл Кино и фантомный вор. Джудит Ранстер. Ну, что бы вы ни говорили, Джудит-сан, вы сами выглядите действительно великолепны. И при этом стиль вашего наряда очень непринужденный. Да, надо признать, у нее отличный вкус. Особенно учитывая, как она... Как шлюха ведет себя постоянно. Так, кого ты шлюхой назвал, а? Кого? О, Господи. Да, ребят. Мы дома. Мы дома, да. Аарон со своими шутейками, как всегда. Но правда, ты выглядишь потрясающе. Точнее, вы выглядите потрясающе. Такая свежесть, как будто уже наступило лето. Спасибо. Рисет-сан и... Перитян. Ваши летние наряды тоже прекрасны. Но все же настоящая звезда здесь у нас это... Агнес. Да, полностью согласна. Пожалуйста. Не лстите мне. Второкурсница старшей школы Армис. Агнес Клоудел. Да, действительно. Выглядишь свежо и изящно. Большое спасибо. Я очень много сомневалась и в итоге выбрала это. Мне очень сильно помогли с этим Джудит, Сан, Перитян, Рен Сэмпай и... О, Дед. Ну, это потому что, Агнес-сан, что бы ты ни надела, тебе все идет. Но в конечном итоге ты сама приняла решение. Ну и да, отличное сочетание. Ну, уже, ну, уже. Разве ты ничего не хочешь сказать? Господин босс. Да, блин. Ну, предыдущий наряд тоже был неплохим, но это тоже выглядит прекрасно, на мой взгляд. Ненавязчиво, элегантно. Да и ткань, видно, что очень хорошая. Ну, в целом, тебе очень идет. Милашка. Милашка. Да, большое спасибо. Я очень рада. Воу, а этот неуклюжий парень действительно умеет делать комплименты иногда. Ну, возможно, он наконец-то хоть чему-то смог научиться. Хм. Да уж. Видно, что что-то изменилось. Эм, Ван-сан. Ваш наряд тоже замечательный. Конечно, и Перитян, Рисет-сан, Джуди-сан, Кватер-кун, Арон-сан, вы тоже выглядите здорово. До вчерашнего дня я была занята тестами, поэтому я впервые вас вижу в этих нарядах. Да, так же. Все, что-то объявили, но все тут собрались. Как раз таки, потому что у тебя перерыв сейчас. И, кстати, я хотел рассказать вам о новой тактике и поделиться информацией, которую мы получили в МК. А так же я хотел бы обсудить, как нам действовать дальше, учитывая последние события с космической программой. Значит, сегодня мы будем работать с 4SPG по всей столице. Утром и днем. Да, вторую фазу космической программы сдвинули на две недели раньше. И это стало неожиданностью для всех. Я думаю, что последствия этого хаоса скоро проявятся в какой-то форме. учитывая, насколько мы были заняты до этого момента, ну, это точно. Не будет преувеличением, так сказать. Реактивация экономики республики привела к накоплению и концентрации богатств. Это привлекло внимание преступных организаций как внутри страны, так и за ее пределами. Недобросовестные дельцы, разные банды, пеневые брокеры и компании прокладки, прикрытия тоже активизировались. Космическая программа, конечно, произвела очень серьезное влияние, но я не ожидал, что влияние будет прямо таким большим. В фильме как-то 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 я слышала, что киноиндустрии уже начали заниматься проектами космонавтики. Правда? Я бы хотел на это посмотреть. А еще майор Эмилия она сейчас очень популярна, не так ли? Можно даже сказать, что ее популярность сопоставима с популярностью Девы Мича. Когда уже встретимся с ней лично. Как ни крути, но похоже это та самая девушка, которую мы знаем, верно? Да уж, я наявно даже не пытался это скрывать. Но после того переворота мы также узнали, что она связана с военными. Но было неожиданностью то, что она бывший пилот АС и даже получила медаль. А еще она дочь генерала Даниэля Харлинга, командующего ВВС республики. Ее можно фактически назвать дочерью лидера вооруженных сил республики. К тому же три года назад во время операции Миль-Мираж Именно он был ответствен за руководство действий армии республики. Именно он принял решение поддерживать генерала Хасюса из Либеры несмотря на то, что все остальные в его окружении сопротивлялись этому решению. Это впечатляет. Это впечатляет. Минь-Мираж армия от павской гвардии. От членов папской гвардии, что участвовали в той операции, я тоже слышал, что он является выдающейся личностью. Вероятно, он был тогда на готове, чтобы занять место на передовой, если бы с генералом Кассиусом. Ну, что-то случилось, и он потерпел бы поражение. Учитывая, что в этой космической программе участвуют такие стороны, как СЕ, Ди, МК и Коруга, невольно задаешься вопросом, действительно ли цель этой программы именно такая, как была заявлена официально. Не знаю, что происходит на самом деле, но у нас есть одна тема, которая у нас давно вызывает беспокойство. В апреле мы наконец-то собрали все восемь прототипов Орбал-устройств Октогенезис. И сейчас слова моего прадеда, профессора Сипис Эппиштейна, который их создал, стали очень важны. А также слова того человека. Несмотря ни на что, верните Октогенезис до 1200 астерикс какой-то год. Иначе всему наступит конец. Этот инцидент исключения. Это не то, о чем говорилось, что произойдет в конце. Действительно. Сейчас у нас 1209 год, а это означает, что у нас осталось больше пяти месяцев. Если так подумать, нам действительно нужно активизироваться как можно скорее. Да, ведь это наша общая... Нераскрытая проблема. Нерешенная проблема. Ну, хоть это и хлопотно, но я обязательно выложусь на полную, чтобы разобраться с этим. Ребята. Хм, вот это хороший настрой. Я рад, что вернулся. Да, я полагаюсь на вашу помощь. Ну что ж, ладно. Тогда давайте быстро решим, куда мы отправимся утром и днем. Если у кого-то есть пожелания, с кем идти или остаться на месте. Да-да, я буду в группе, которая пойдет в город. В прошлом месяце я почти не помогала из-за мероприятий и всего остального. Ну, я не то чтобы против, но... Кстати, Джудис-сан, а разве у вас не было что-то запланированное на утро? Что? Джудис-сенпай, где вы сейчас? Осталось еще 30 минут, и нам нужно начать подготовку. Нина? Что, Нина? Да что все это... А, черт! Благодарственное мероприятие... Голден Рейквинт, не будем переводить. Золотой Рейквинт. Сенпай, неужели вы забыли? Да не забыла я! Не забывала я ничего! Я как раз собиралась идти. Это же в районе Тирель. Кинотеатре... Эспира. Скажи режиссеру и всем остальным, что я буду через 10 минут... Нет, через 15. Эй, сенпай! Простите! Я закончу к обеду, так что обязательно присоединюсь к вам во второй половине дня. Ладно, ребята, будьте осторожны. Нет! Джудис не будет с нами сегодня. Ну, как минимум, в первой половине. А, блин. Опять ее бабушка... Будет ее ругать. Кстати, наставник. Вы же знакомы с ней? А, госпожа Доминик. Мы много раз сталкивались с ней... Как публично, так... И... В связи с иневыми делами. Я слышал, что она тоже участвовала в проекте коллаборации, о котором все говорят. Кстати, да, мы же посмотрим, скорее всего, этот фильм. В этой части. Голден Реквиум. Да, это совместный проект двух прошлогодних хитов. Голден Реквиум. Война Рассветия. Фильм вышел в апреле и до сих пор является хитом. Я его уже дважды посмотрела. И... Могу сказать, что неудивительно, что он настолько популярен. Да, и нет ничего удивительного в том, что у них постоянно различные мероприятия, связанные с этим фильмом. Ну, давайте оставим в сторону эту бестолковую актрису. Итак, куда и с кем мы идем работать сегодня утром. Да, времени мало. Давайте быстрее. Все, решим. Не, ну, бабуля, конечно, хороша. Судя по опенингу, тут и мама появится в этой части. Так что мы познакомимся со всеми. Скорее всего, мама попытается пихнуть Джудит в жены для Вана. Ждем. Учитывая, что Касим говорил, я уже не удивлюсь. Так. Ван и остальные, обсудив все, решили утром обойти пять районов города, включая старый город. Также было принято решение, что все будут задействованы, кроме одного человека, что останется в режиме ожидания в офисе и одновременно будет проведен инструктаж по новой тактике с использованием осколков. Так. Ну, типа, ладно, пусть дед отдыхает. Ну, так, нам нужно было выбрать, чтобы оставить одного человека, правда, там из двух только. Так. Вы можете в любой момент выбрать человека, который в режиме ожидания, и добавить его в пайке. А, и заменить, собственно. Нажав L2. Окей, я понял. И кнопку вправо. Так. Туториал, значит, нашей записной книжки. Ну, понятно, да. Пролог. Тут можно посмотреть все задания. О, можно поговорить с дедом. Последний раз я работал вместе с вами в этих теневых работах во время того фестиваля в честь революции. Да уж. Теперь это кажется такой ностальгией. Ну, ваше присутствие, наставник, действительно вселяет уверенность. Хотя, если бы об этом узнала старшая сестра по боевым искусствам, возможно, бы она сказала бы пару ласковых в нашу сторону. Ничего, пока я здесь, я один из сотрудников этого офиса. Так что используй меня по полной. Если потребуется, я готов оказать прямую помощь. Но сначала, думаю, я посмотрю, на что ты способен. Без меня. Да. Еще раз спасибо вам за поддержку. Последний раз... А, ну это то же самое, короче. К сожалению. Так. Опа. Все-таки работа в офисе обладает какой-то особенной атмосферой. И хоть и отсутствовало всего несколько дней, у меня такое чувство, будто прошло гораздо больше времени. Хе-хе. Я понимаю. Здесь очень уютно. Ведь это все-таки наше агентство. Ну, теперь у нас не просто какое-то теневое агентство. Мы уже далеко ушли от прошлых работ. Но как бы то ни было, благодаря вам моя работа и в качестве СЧ тоже продвигается успешно. Ван и все остальные. Будьте осторожны. Удачи вам. А, и тут то же самое, да. Повторяет. Последние несколько фтаз. Ну все. Повторяйся. Повторяйся. Так. Ммм. Мне кажется, или ресет как-то странно нарисовано все-таки? Ну ладно. А? Так, окей. Ну, тут можно посмотреть рапорт и послушать радио или отдохнуть. Так, новости. Здравствуйте. Это новости. Предоставленные новостным агентством Тирель. План StarTaker инициированный президентской администрацией приближается к своему завершению. Различные мероприятия и продажи товаров по всей республике связанные с этим событием проходят с огромным успехом. военно-воздушные силы также воспринимает это как часть своей пиар-компании и майор Эмилия Арлинг объявила о своей плотной поддержке и участии в этой инициативе. И все? Здравствуйте. Мы предоставим вам прогноз погоды в республике Калвард. В столице Эдит и ее окрестностях Ожидается спокойные солнечные дни. Сегодня днем температура снова поднимется. Поэтому выходя на улицу будьте осторожны и берегите себя от тепловых ударов. И все. Стоп, а разве тут еще не было опции насчет трафика на дорогах? Что-то нету тут пока что. Ну ладно. Ой, стоп, куда я пошел? Нам вниз. Нам вниз к Юме и всем остальным. О, ребята, они музыку поменяли в старом городе все-таки. Ласточки, доброе утро. Да-да, вы сегодня такие бодрые. Вы встаете раньше вана, усердно трудитесь с самого утра и много кушаете. Молодцы. Вообще-то я тоже в последнее время стараюсь вставать рано. Разве нет? Лицо заведения Бистро Монмарт Юме. О, Ван и остальные. Доброе утро. Доброе утро, Юмечка. Вижу, сегодня ты снова такая энергичная. Как у тебя наблюдение за птичками? Успешно идет? Да. Доброе утро. и занятия в воскресной школе тоже идут отлично. Смотрите, Анис-чан, Хина да. Да. Гнездо тут построили чуть больше месяца назад. И как же быстро время прошло. Но похоже, что птенчики очень скоро покинут гнездо. Но этот год немного запоздалый, кажется. Но мама мне тоже сказала, что рано или поздно они действительно все переедут. Да, но печально, ведь они стали чем-то вроде временной достопримечательностью Мон Марта. Так что наблюдай за ними как следует. Пока есть такая возможность. Да, это немного грустно, но нужно создать как можно больше воспоминаний, пока это возможно, да? О, Юме! О, господи, а вот и вот. Хозяин Бистро Мон Марта. Виктор. Мать Юме болит. Как же быстро все растут. Дедушка. Дедушка. Отец. Ну что ты с утра пораньше? Доброе утро, Ван и все остальные. Уже собираетесь уходить? Кстати, Джудитс-сан недавно куда-то спешила. Неужели что-то случилось? Да это очередной случай ее привычной неуклюжести, так что не переживайте. И кстати, спасибо за завтрак этим утром. Как всегда все было очень вкусно. Не за что. Ну, как будто не было. Удачи вам в работе сегодня. Ван несмотря на то, что все жильцы и твои товарищи собрались, это не означает, что ты можешь расслабляться на работе. И вообще, хватит жрать только сладкое. Начинай готовить себе. Ведь здоровье это самое главное. Вы получили набор продуктов. Отлично. Да, я знаю, не нужно напоминать. Мы тоже будем осторожны. Ну что ж, Юмитян, мы пошли. Удачного пути. о приготовлении еды. А, это у нас туториал. Если у вас есть рецептные ингредиенты, вы можете приготовить блюдо в любое время, используя кулинарный блокнот. Вы можете изучать новые рецепты, используя кулинарные книги, которые можно приобретать в магазинах или найти в других местах. О, теперь можно через блокнот. До этого всегда нужно было подойти к какой-нибудь кухне, например, у себя или вот к Виктору. А сейчас можно через блокнот, как старый добрый. Отлично. Кроме того, у Виктора можно обменять ингредиенты на приготовление фирменных блюд. Когда вы попробуете новое блюдо впервые, ваш рейтинг гурмана повысится. Поэтому активно поднимайте этот ран. Да, я понял. Окей, я понял. Сколько туториалов. Итак, надо посмотреть, что там на доске объявления. также надо зайти в магазин поддержанных деталей. Да и в целом надо обойти и другие места, которые вызывают интерес. Ну да, надо обойти всех и пообщаться. Ну да, ребят, мы дома. И как вы видите, точнее слышите, у нас тут другой саундтрек теперь. В старом городе. Ну, мне старая песня как-то больше нравится или я слишком привык к ней. Так, Юме. Последнее время посетителей на завтрак стало намного больше, чем обычно. Кажется, что всем тоже стало интересно, что происходит с ласточками. Юме обязательно займется уборкой вокруг гнезда позже и смотрит в сторону. ну, ты же только что за ними наблюдала. Ты не забывай помогать и с работой в кафе. В отличие от ленивого Вана, Юме всегда старается изо всех сил. Ну, как бы то ни было, Агна Стян и все остальные, удачи вам с вашим расследованием. Да, мы пошли. О, боже, это было хорошо. Похоже, что птенчики скоро улетят, но они же прямо как жильцы Мон Марты. Так что Юме должна внимательно следить за ними. Похоже, она подхватила эту привычку от старика. Ну, кстати, да, точно. Чрезмерная забота. Ладно, Фиотян, тогда сходи за покупками в Central Marsh. Сегодня нужно купить много всего. Ты справишься? Не проблема, Холлет. Производительность повышается с каждым днем благодаря обслуживанию. Кватеры. Какой ты надежный. Удачи с работой в заведении. Фио. Зови, если будет нужно что-то. Кватер, ты тоже будь осторожен. Слушайте, а Фио тут реально уже стал рабочим в кафе. Ему платят? успешно. выполнение заданий в Монмарте продолжается. Рекомендую проводить дальнейшие усиленные работы для повышения грузоподъемности и маневренности в будущем. я понял. Займусь этим в следующий раз. Что ж, ваше агентство снова начало работать. Постарайтесь, ребята. Если устанете, можете всегда вернуться. Я приготовлю для вас вкусный кофе. магазинчики, ну, надо покупать блюда. И, наверное, стоит их сразу съесть, чтобы потом не забыть. Отлично. Слушай, Ван, только потому, что ты отсутствовал несколько дней. Не означает, что ты можешь делать свою работу спустя рукава. Покажи своим помощникам и Замну Сану, как нужно работать. Да, да, я понял. Эх, и все же, ты такой же строгий, как и всегда. Так и должно быть. ты ведь живешь в нашем доме, а значит, что я отвечаю за твоё воспитание, как за воспитание, Юме. Да, уж действительно, вы прямо как родные. Такие надёжные. Я бы предпочёл, чтобы меня перестали считать ребёнком. однако, Юмея тоже растёт. Она уже и на велосипеде хорошо катается. И однажды настанет день, когда она, как и эти ласточки, покинет наше гнездо. Кнык. Ты слишком рано переживаешь за это. Ребят, а теперь представьте, как Виктор себя будет вести, когда Юмея приведёт парня домой. О, боже. Да. Это будет нечто. Так, Робинсон. Но знаешь, с тех пор, как пришёл этот президент, происходят невероятные вещи. Говорят, что следующий запуск ракеты уже совсем скоро состоится. Да, это первый такой проект в истории человечества. И они ещё успевают всё делать даже раньше установленного срока. нам, простым людям, до него действительно ещё далеко. Кстати, в твоей страховой отрасли сейчас, наверное, полный хаос. Да, всё это было совершенно неожиданно. Так что у нас куда ни посмотри, везде паника. Кстати, сегодня я могу снова задержаться на работе. Так что прости, но ты не мог бы присмотреть за Гарри, если что. Да, не переживай. Ты ведь отец-одиночка. Не напрягайся ты так сильно. Спасибо тебе, Роминзон. Правда. Покер опять, кажется, будет занят. Работа в крупной компании это нелегко. Но мы ведь соседи, поэтому я всегда могу присмотреть за его ребёнком. ну я действительно беспокоюсь, что из-за того, что он мало отдыхает, он может заболеть или почувствовать себя плохо. Ну, всякое может быть. Знаешь, с тех пор, как этот президент занял свой пост, всё у нас развивается и движется вперёд с невероятной скоростью. мы даже полностью смогли обогнать нашего вечного соперника Империю Ярбонию. Так что неудивительно, что у него такой высокий рейтинг поддержки. Ну, а мы можем просто стараться изо всех сил и выполнять свою работу. Ну, что ж, ребят, идём к бабуле. Ой, честное слово. В этом мире никогда не станет тише. Всё время какая-то суматоха. Что? Новости Тирель 100 мира. Если хочешь купить, покупай это побыстрее. Да-да, и твоё ворчливое лицо, бабуля, как всегда, такое же не меняется. Ладно, я вообще-то хотел бы взять и попробовать новые леденцы. Каждый день я только я слышу от тебя, Ван, леденцы, леденцы, конфеты. Ты правда уже надоел. Сколько раз тебе повторять? У меня тут табачная лавка. Это ладно тебе, бабуля. У тебя хороший вкус на товары. так ты действительно неплохо подбираешь вкусняшки. Какая-то малявка ещё своё мнение высказывает насчёт того, что я делаю. Ну, вообще офигел. что, сегодня почти все компании будете работать, да? Чувствую, будет жарко, так что будьте осторожны. Да, мы пошли. И вам хорошего дня, госпожа Гин. Эх, эти молодые работники у него действительно хорошие девочки. Вот ведь. Ну, ребят, бабуля такая же, как и всегда. Кстати, сегодня после обеда мне нужно кое-куда отручиться. как же мне поступить с лавкой? Может закрыть её на вторую половину дня? Однако не хочется создавать неприятности соседям, если им что-то потребуется купить. Может быть стоит попросить ту девочку присмотреть за моим заведением? Только не говорите мне, что та девочка это будет Кесара. Я не удивлюсь. та девочка интересная о ком это она. Кто знает? Хотя сегодня да не, не важно это наверное мне показалось. да уж, а это тоже самое упс запустил тот же диалог да опять вкусняшки ну ну что ж ребят газета давайте почитаем ее по-быстрому тоже слушайте в этот раз у нас меньше страниц и как я вижу по названию похоже эта газета будет посвящена Эмилии по большей части ну ладно посмотрим так спецвыпуск день запуска близок эксклюзивное интервью с майором Эмилией майор Эмилия которая сейчас крайне занята в преддверии главного дня запуска нашла время для эксклюзивного интервью нашей газеты в этой статье мы предоставим несколько выбранных вопросов на которые она любезно согласилась ответить вопрос какое значение имеет пилотируемый полет в космос ответ если удастся доказать что человек сможет работать в космосе ну или сможет находиться в космосе то в будущем мы сможем проводить различные эксперименты или создать даже базу в космосе в далеком будущем возможно даже появится возможность для гражданских космических путешествий вести за собой в будущее нечто настолько грандиозное это не только невероятно круто но и невероятно захватывающий я действительно считаю что мне невероятно повезло получить такую ответственную роль дальше вопрос а как проходят тренировки космонавтов ну нужно делать очень много разных вещей например нужно выдерживать перегрузки при резком ускорении нужно тренироваться чувствовать равновесие чтобы двигаться точно даже в условиях невесомости например нас еще раскручивают в центрифуге или мы выполняем какие-нибудь резкие пикирования и подъемы на скоростных летательных аппаратах также есть тренировки направленные на развитие способности принимания решений в любых ситуациях но к сожалению детали насчет этого секрет ну и сердечко как вы видите расскажите нам о вашем настроении перед первым в истории человечества подобным испытанием вызове в некотором смысле можно сказать что это самое большое и важное приключение в скобках конечно риск присутствует но я буду первый кто отправится туда где еще не ступала нога человека думая о том что я увижу пейзажи которые никто не видел никогда это вызывает у меня волнение конечно это не только мое приключение это также шаг будущего для всего человечества поэтому я уверен что сделаю все возможное чтобы успешно завершить этот пилотированный космический полет и заложить основу для дальнейших космических разработок исследований я справлюсь с этой ответственной задачей а че все ну да дальше идет другая тема экономика заместитель министра Валентино объявил о новом городском проекте Андрей Валентино заместитель министра экономики и промышленности официально объявил о том что план развития пригородов столицы Эдит разработанный под его ведомством получила одобрение со стороны президента основная цель этого плана заключается в том чтобы удовлетворить растущие потребности столицы связанные с увеличением численности населения и необходимостью улучшения транспортной инфраструктуры проект предусматривает создание новых городских районов строительство скоростных дорог и комплексное развитие инфраструктуры в пригородных зонах то есть ребят можно ждать новых районов в будущем данный план разрабатывался еще при предыдущем представителе под руководством заместителя министра Валентину и включал в себя координацию между многими заинтересованными компаниями и организациями ожидается что привлечение бизнеса в новые районы и расширение транспортных развязок для укрепления связи с регионами принесет экономический эффект который будет выражаться в десятки миллиардов мира ежегодно министерства министерства экономики и промышленности рассчитывает что после утверждения бюджета на следующем заседании парламента республики проект перейдет в стадию реализации уже в следующем финансовом году развлечения дебют к звездам кто такие вега многие читатели вероятно уже слышали о недавнем дебюте группы идолов которые называются вега о боже кто это это вряд ли наши знакомые они вроде как по другому назывались эта группа принадлежит к агентству MS Production и является новой яркой звездой что дебютировала в мае этого года однако не стоит недооценивать новичков каждая из участниц группы а именно Рэйчел и Юлия были тщательно отобраны агентством за их талант и они прошли дорогостоящее обучение продюсирование ну да их исключительные вокальные способности и мастерство исполнения это нечто что редко можно увидеть среди андеграундных идолов так но это точно не наши знакомые потому что наши знакомые это Лубуа и Сейра по-моему да это какая-то Рэйчел и Юлия так мне кажется у кого-то появились конкурентки так что ждем квеста противостояния идолов как вам такое если он будет в стиле квеста с идолами из девочек и пушек это конечно будет вообще огонь но вряд ли так продолжаем эта группа в прошлом месяце была выбрана эта группа в прошлом месяце была выбрана послом доброй воли для проекта StarTaker даже так ну то есть они являются представителями как идолы это значительно увеличило их присутствие в медиа и на различных мероприятиях благодаря этому у людей ранее не интересовавшихся идолами появилась возможность познакомиться с ними можно с уверенностью сказать что Вега это группа чей дальнейший успех и выступление ожидают с нетерпением даже после завершения проекта StarTaker и это последняя страница ну колонку можно перевести как историческое путешествие исторический охраняемый район парки Гирки и его прошлое охраняемая историческая зона обычно закрыта для широкой публики и хранит в себе очень много тайн но что же скрывается за ее историей исторически охраняемый район это место где сохранились редкие для окрестностей Эдита руины древних пультов духов в этой причине начиная с времен Старого Королевства здесь не проводились никакие работы и эта территория сохранила свой первозданный вид даже после создания мемориального парка здесь продолжались археологические исследования и благодаря этому это загадочное прекрасное место сохраняется до сих пор в своем изначальном виде однако отдаленное расположение и малая заметность сделали это место ареной трагедии период конца Старого Королевства и во время смуты после революции во время первой республики под правительством под правлением Августуса здесь устраивали казни представителям оппозиции современная деятельность по сохранению этого района носит в себе не только археологическую но и мемориальную функцию дабы напомнить о тех трагических событиях а ну понятно так давайте тут пока что остановимся и продолжение следует